Всем привет! Некоторые подписчики давно проявляли интерес к тому, чтобы был сделан выпуск на тему невербальных сигналов симпатии. То есть понять, когда ты нравишься парню или девушке. И мы решили сделать этот выпуск. Его разделили на две части. В следующем выпуске вы узнаете, как ведет себя девушка, когда ей понравился парень. А сегодня, как ведут тебя мужчины, когда им понравилась девушка. Многие люди, когда видят противоположный пол, находясь в одном помещении, не могут заметить того, что они нравятся другому человеку. И из-за этого возникает страх подойти и познакомиться. Они ждут первых шагов, чтобы к ним подошли и сказали «Привет, ты мне нравишься». Или в крайнем случае ждут точных сигналов, которые бы говорили о том, что вы нравитесь человеку. Мы не обучаем пикапу и соблазнением. Мы предоставим вашему вниманию результаты наблюдений и небольших исследований, в ходе которых выделили сигналы того, как ведут себя мужчины, когда им нравится девушка. Взгляд. Для того, чтобы по взгляду мужчины определить, симпатичны ли вы ему, обратите внимание, куда он смотрит. Мужчина, выражая симпатию, осматривает объект с головы до ног. Для начала он отмечает для себя вашу общую привлекательность. Потом опускается ниже, задерживая взгляд на области груди и бедер. Если мужчина начинает проявлять к вам интерес, это выражается в учащении зрительных контактов. Если незнакомый парень кидает на вас взгляд, потом вы опять обнаруживаете несколько раз его взгляд на себе, это признак того, что вы ему понравились. Известный психологический факт, который говорит о том, что в компании, когда человеку смешно, то он неосознанно кидает взгляд на человека, который ему нравится, с парнями может не пройти. Некоторые мужчины специально не кидают взгляд на ту, которая нравится, чтобы она не подумала, что он проявляет к ней большое внимание. Если мужчина испытывает волнение или возбуждение рядом с вами, его зрачки будут расширены. Однако стоит отметить, зрачки также могут расширяться в условиях активного освещения. И когда у человека плохое зрение, его зрачки расширяются, чтобы получить большее количество света. И возбуждение здесь будет ни при чем. Мимика. Если парень во время разговора вам улыбается искренне, то это может говорить о хорошем настроении, симпатии к вам или просто нормальном отношении. Как показывают наблюдения, неискренняя улыбка может служить более верным сигналом симпатии, нежели искренне. Это связано с тем, что мужчина переживает и нервничает рядом с вами. Особенно активно это проявляется, когда вы малознакомы. Неискренняя улыбка характеризуется нейтральной частью глаз и натянутой улыбкой. А искренняя уголки губ направлены в сторону и вверх и образуются морщинки вокруг глаз. Но нужно быть внимательным. Если у парня улыбка натянута асимметрично, то есть в одну сторону, это признак презрения. И шансы на то, что вы ему нравитесь, равняются 1%. Лучше прекратить общение. Если парень рядом с вами переживает и беспокоится, то он также может покусывать или облизывать губы. Это сигналы нервозности и самоуспокоения. Это также сигналы того, что, возможно, вы ему нравитесь. Но учитывайте контекст. Он может переживать из-за какого-то события или чего-то еще. Для уточнения можете спросить, переживает ли он по какому-либо поводу сейчас. Жесты. Жесты симпатии весьма разнообразны и интересны. У каждого человека свой индивидуальный набор жестов, с помощью которых он привлекает внимание понравившегося ему человека. Мужчина обычно выражает эмпатию следующим образом. Начинают прихорашиваться присутствия девушки. Приглаживают волосы, поправляют галстук, запонки, рубашку, одергивают воротничок, пиджак, смахивают несуществующие пылинки с плеча или перхоть. Он будет это делать неосознанно, даже если старательно скрывает свои чувства. Мужчина может использовать следующий жест. Закладывать большие пальцы рук за ремень в области живота или карманы, чтобы акцентировать внимание на нижнюю часть в области паха. Данный жест говорит об уверенности мужчины или желании показаться уверенным. Если мужчина наклонился к вам, значит он заинтересован в общении и хочет оказаться ближе. Если тело и руки осознанно еще кое-как можно контролировать, то за ногами практически никто не следит. Отличный способ, чтобы прочесть состояние человека, в данном случае мужчины, это ступни. Если носки ног направлены в вашу сторону, значит он заинтересован вами. Одно из способов у мужчин продемонстрировать свою уверенность перед вами является откидывание головы назад и при поднимании подбородка. Таким образом он чувствует себя увереннее и авторитетнее. В общении с мужчиной верным признаком того, что ваше общение налажено и есть соединенная симпатия, является копирование ваших жестов и позы. Это происходит неосознанно. Так называемое отзеркаливание. Также, если в вашем окружении находится мужчина, в случае, если вы ему нравитесь, то он демонстративно будет имитировать занятость в каком-либо важном деле. Будет часто говорить про то, что ему сегодня надо сделать, какие-либо важные дела. И это сделает скользь, якобы слегка упоминая. Хорошим знаком симпатии будет, если мужчина находится к вам поближе, стараясь быть в зоне вашего личного пространства, на расстоянии приблизительно вытянутой руки. В это близкое пространство человек допускает только родных и хорошо знакомых людей. И если мужчина стремится находиться в нем, то это говорит о его желании сблизиться и завести отношения с вами. Также мужчина для привлечения внимания женщины старается быть в центре внимания, показывать свой острый ум, умение рассказывать веселую историю или смешить публику. Он может хвастаться своими недавними личными покупками или вещами, показывая этим свою материальную независимость и обеспеченность, зная, что женщины в первую очередь выбирают сильных и независимых мужчин. Стоит отметить, что не все мужчины могут вести себя таким образом. Мы выделили среднестатистическую норму поведения, которую используют большинство мужчин. Поведение конкретного человека может отличаться от поведения другого, поэтому необходимо вывести базовую линию поведения. А как это сделать, можете посмотреть в одном из наших выпусков. А на сегодня это все. Если вам понравился выпуск и ждете следующий, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал и смотрите другие видео. Следите за людьми и не оставайтесь в руках. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok